Весна Но вы, Владимир, намекаете, что вот и зимой тоже не покидает Мне кажется, на профессионалов Да, может, на профессионалов Просто те люди, которые не профессионалы, они говорят, ну меня только весной оно находит и как бы всё И ждут весны весь год, и когда спрашивают, почему ничего не происходит интересного А приходит весна, и они такие, ну вот я ещё в поиске Не эта весна, да, не эта Вот, теперь вопросы, так сказать, по делу То есть уже по бумажке Я начала с весны, да Вот, насколько нам известно, вы вернулись из замечательного турне Расскажите, пожалуйста, о нём подетальнее, потому что нам известно, что это были такие города, как Кривой Рог, Днепропетровск и Запорожье Слава вам Да, да, вот с нашим николаевским перформанс-биг-бэндом, замечательным джазовым оркестром Мы недавно, вот позавчера вернулись из тура У нас был по средней Украине, скажем так, несколько выступлений Город Кривой Рог, Запорожье и Днепропетровск, где мы презентовали программу, посвящённую столетию Фрэнка Сенаторы У нас уже были эти концерты в конце декабря Потому что у Сената день рождения был 12 декабря И выступали мы в Одессе, в Николаеве, в Кишинёве, в Херсоне А так как в течение года можно продолжать праздновать, то вот сейчас мы поехали чуть-чуть в другую сторону И было очень хорошо и здорово К весне, так сказать, людей подготавливали Как принимали вас? Знаете, очень здорово, приятно было В некоторых городах мы были впервые И очень было приятно видеть достаточно большое количество культурных, образованных людей Которые любят джазовую музыку, любят хорошее звучание Которые с первых композиций принимали поначалу неизвестный себе коллектив Но к концу все уже там виз, все дела И уже с удовольствием мы анонсировали следующие концерты Когда мы везём программу «Золотая коллекция» «Jazz, Блюз, Рок-н-ролл» Которая будет в мае И всё хорошо, приятно было то, что наш город Николаев узнали В том числе ещё с одной стороны С хорошей стороны, скажем так Слава Богу! Потому что если смотреть только Магнолия ТВ, то не самая хорошая машина Но мы ехали по дороге Николаев Криворок Это очень отдельная история Мы выехали утром, приехали вечером Ничего страшного, но мы доехали до людей Вот у вас теперь есть возможность сравнить Насколько зрители в других городах, которые, может, более избалованы такой вот высокой музыкой И сравнительно с Николаевым У нас уже можно сказать о том, что николаевская молодёжь Просто николаевский зритель любит джаз, любит ту музыку, которую можно назвать великой А не только клубы, рэпчик Сто процентов Ну, вообще, на самом деле Вот по Украине в определённых кругах даже ходит, скажем так, полушутка, но она достаточно серьёзная Что Николаев один из самых джазовых городов Украины Да, вот так оно на самом деле есть, и многие музыканты с удовольствием приезжают в Николаев, на наши фестивали, на джубели приезжают, на Международный день джаза с удовольствием приезжают. И как раз вот наоборот, о Николаеве хорошее. И один из таких важных и достаточно успешных моментов в других городах, то что вот оркестр из Николаева, это все хорошо. В Кишиневу вообще мы как звезды приезжаем, там полные анашлаги задолго до конца продажи билетов, за неделю уже, например, в последнем концерте 6 февраля у нас был, уже не было, все, сегодня с Николаева биг-бэн приезжает, все замечательно. Там так в правительство попадают, я видел биг-бэн. Окей, хорошо. Ты говоришь, вот вас принимают там как звезды, и мне кажется, это правильно. Что входит в ваш звездный райдер? На самом деле, наш звездный райдер, это наш большой состав, потому что едет, в полушутку мы называем, такой табун. А кто входит в звезды? Табун джазменов. Табун джазменов, молодых и взрослых. У нас много музыкантов, это, ну, биг-бэн, да, классический джазовый биг-бэнд, это... Группа саксофонов 5 человек, группа тромбонов 4, трубача 4, ритм-группа, клавишные, ударные, гитара, контрабас. Я не являюсь, да, там, работником филармонии, я работаю в музыкальном училище. Наш перформанс биг-бэнд также является коллективом, в котором работают музыканты разные. То есть есть и молодые студенты, есть и музыканты из филармонии, есть и просто профессиональные музыканты, есть из военных оркестров. То есть такой коллектив, который собрал себя, ну, почти, можно сказать, все лучшее. Да, маленький Николаев в одном перформанс биг-бэнде. Вот, но, вот я знаю изнутри многие вопросы, музыкантов в нашем городе способных, коллективы хорошие, то есть перечислять их очень долго можно, но они есть. Вот, а у них нет дома. В музыкальном училище выпускают замечательных специалистов. Они готовы идти работать, и многие из них уезжают в другие города, потому что там есть где работать, а тут музыкантам в филармонии негде работать. В тех условиях, которые работают, они достаточно, ну, грустные и печальные. Но мне кажется, со стороны руководства города пора что-то делать, потому что может случиться такое, что, скажем так, у наших бездомных музыкантов появится дом в другом городе. И будет очень обидно на самом-то деле. Ну, очень бы не хотелось, многие музыканты, они любят свой город. И было бы очень здорово, чтобы большинство из них здесь им и оставалось, и работало. И уже сейчас люди с Харькова сегодня буквально звоним, то есть они хотят приехать в Николаев, потому что знают, что здесь это развивается. Но мы там договариваемся о разных помещениях, где это провести, потому что, а была бы филармония, ну, замечательно. Наполнить филармонию, например, да, здание, это, ну, каким-то контентом содержимым есть чем. Было бы что наполнять. Тогда нужен мирный митинг. Да нет, мы даже не можем. Вот, но немного другого характера. Идем под... И в Киеве то же самое говорим. Идем под горсовет со всеми музыкальными инструментами и играем... Устраиваем концерт. Да, устраиваем концерт. Вначале те треки, которые нравятся людям. А потом уже... А потом уже... Ну, знаешь, на самом деле, вот, говоря там о горсовете, там, например, о том же, ну, о нашем мэре, да, Александре Сенкевичу, он любит музыку и... И занимался музыкой. И занимался музыкой, да. И, как бы, человек, который, ну, уверен, что один из первых в этом заинтересован и сделает максимум все возможное, чтобы это было. Просто, ну, для того, чтобы восстановить то или иное здание или реконструировать это, ну, не все так просто. Просто там, или написать петицию, там, или просто там выйти на митинг, это ничего там, ну, сложного нет. Давайте назвать это уличными концертами. Грандиозными уличными концертами, которые несут под собой... Нету, нету филармонии, выходим играть на улицу, да. И людям понравится, скажет, все, им не нужна филармония, почему на улице играешь? Сироп, а в их не было. Да, понимаешь? А есть ли люди, которые живут рядышком, рано или поздно они устанут от громкой музыки, а музыка будет громкой? Ты думаешь, музыканты не устанут? Они скажут, найдите им дом. Они выйдут и начнут строить. Точно. Скажите, пожалуйста, какие у вас творческие планы на эту весну? Ну, хороший вопрос планов. Один из планов, таких важных и серьезных, нам хотелось бы в Николаев, в котором уже, как о музыкальном, а джазовом городе, достаточно известен в Украине, хотелось бы еще больше привлечь внимание именно в всеукраинской общественности. Да, вот один способ. Ну, вот как событие, то есть мы планируем первый всеукраинский джазовый конкурс, который будет проходить к Международному дню джаза 23-24 апреля. Концертные будут выступления проходить в киноконцертном зале «Юность», а конкурс будет проходить в музыкальном училище. На конкурсе смогут участвовать как молодые музыканты, это ученики школ и самодеятельные коллективы, так и студенты музыкальных училищ тоже со всей Украины. Мне очень приятно то, что уже сейчас за конкурс достаточно много еще времени, но уже много людей с разных городов Украины звонят и интересуются. Есть ли ограничения какие-то? Да, ограничения, то есть это школьники, молодые совсем музыканты, которые только-только начинают, и уже достаточно музыкантов, которые что-то умеют, студенты училищ. Главная штука, то, что в жюри конкурса, от любого конкурса, это очень важный момент. Мы приглашаем, ну, одних из лучших музыкантов Украины, будет много музыкантов из Киева, причем по всем направлениям, там, бас-гитара, вокал, клавишные, ударные, труба, саксофон. То есть, оценивают будут максимально объективные? 100%. Также мы планируем, в нескольких городах мы уже выступили с перформанс-биг-бендом «Золотой коллекцией», в Николаеве мы эту программу еще не презентовали, и вот в мае уже, к концу мая мы хотим презентовать. Так сказать, опробовали на других городах и лучше в Николаеве. Да, замечательно, да. Ну и в Николаеве, как бы, мы достаточно много выступали в Николаеве, вот, сейчас мы специально берем, взяли достаточно такую большую паузу, и мы выступаем в других городах, специально не выступаем в своем городе. Людям надо дать соскучиться. Да, приятно то, что уже сейчас люди спрашивают, а когда же следующие концерты у перформанс-биг-бенда? Вот, в мае, раньше не будем. Формула успеха. Мы с тобой также знакомы, благодаря группе Radio Stars, вот, благодаря, в целом творчеству, творчеством, которым ты занимаешься, формула успеха. Как ты считаешь, что... Для творческого человека из Николаева, вот, будем, усложняем сейчас ситуацию. Нет, если говорить даже о группе Radio Stars... Это другой проект совсем, это не джазовая музыка, это популярная музыка, которую любят, ну, и молодежь, и взрослые беда, то есть это другое совсем. Но, тем не менее, оба проекта, о которых мы сегодня ведем речь, оба успешны, оба интересны людям. Как ты считаешь, это связано с руководителем, это связано с везением, это попытка лезти сейчас, между прочим. Знаешь, я не люблю говорить о том, что, там, о руководителе, как бы, в этом, ну, люди, которые работают, они лучше об этом скажут, и этот самый будет оптимальный вариант. Я делаю то, что я люблю, то, что мне нравится. Поэтому, мне кажется, что формула успеха для любого человека, как бы, это именно любовь к тому, что ты делаешь, и к общению с теми людьми, с которыми ты это делаешь, и стараться сотрудничать в хорошей атмосфере. Потому что можно быть хорошим профессионалом своего дела, но из-за каких-то там личных характерных качеств разрушать какие-то вещи. Я лично сам с таким сталкивался, сам набивал каких-то своих шишек, и корректировал где-то свой характер, свои позиции по каким-то вопросам. Вот, и вот, если я люблю то, что я делаю, и стараюсь со всеми работать и сотрудничать в хорошей атмосфере, если эти две... То есть, другого много еще, на самом деле, вот, но это, скажем так, уже под айсбергом. Начинать нужно... Верхушки мы коснулись, верхушки формулы мы коснулись. В первую очередь, да, вот, весна, любовь, как бы, вот, любовь к делу, и ко всему... Как подвязался... А, молодец, спасибо, спасибо, спасибо. Возвожу к финалу, да? Да, да, все верно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, приходите к нам еще, всегда рады вас видеть. И я уверен, что мы встретимся еще перед маем, для того, чтобы анонсировать грядущее мероприятие, которое будет происходить уже непосредственно в Николаеве. Но уже заочно, собственно, мы приглашаем всех гостей, всех зрителей, приходите, и вы останетесь довольны. Спасибо, Вова, удачи, формулу успеха мы у тебя украдем. Спасибо, спасибо вам, вам тоже удачи, успехов, и пусть весна принесет что-то новое. Новое, свежее, теплое, и обязательно с любовью. Спасибо.